С таких восклицаний начинается встреча жителей с главой Оренбургского района Василием Шмариным. Речь идет о комплексе населенных пунктов. Когда-то поселке жил городок, ныне аэропорт и нескольких близлежащих СНТ. Все, чего сейчас требуют люди, вернуть им дорогу, которая проходила вдоль Нежинского шоссе. На протяжении многих лет этот участок в 300 метров использовался для проезда, но около года назад его перекрыли. Когда-то на этом месте находилась полноценная дорога, по которой свободно могли передвигаться транспортные средства. Эта тропинка, все, что от нее осталось. Кроме того, что ширину когда-то находившейся здесь проезжей части сократили, выезд отсюда перегородили бетонными блоками. Как рассказывают люди, причина в том, что жители поселка Пригородный видят большую загруженность транспорта в своем населенном пункте. Эта проблема поднималась уже не единожды. Все началось в июне прошлого года, когда ночью дорога исчезла, появились ограждения и люди оказались в замешательстве. Из-за перекрытого участка в эту часть же у городка перестал ездить регулярный 156 маршрут. Не так давно людям предоставили альтернативный транспорт автобус под номером 106, но и такое решение жители не устроило. В данный момент пустили временный автобус, но не все жители в курсе, кто-то начинает уже на нем ездить, но он получается где-то 4-5 раз в день ездит. Мы не можем определить под это расписание наших детей, когда им ездить на секции в город. Нам самое главное, чтобы он был регулярным, потому что нет такой привязанности именно только утром куда-то поехать. У нас круглый день получается до позднего вечера. У нас и движение населения полное. Добраться до остановки на Нежинском шоссе также большая проблема. Приходится преодолевать расстояние в два с лишним километра. Значительная часть жителей – семьи с детьми и пожилые. А в поселке аэропорт нет ни школы, ни своей больницы. То есть пешком, в любую погоду, ей в садик, мне на работу, то есть в город. Здесь на садике не взяли. Мы, например, не можем с ребенком добраться в амбулаторию. То есть, ну, не могли. То есть, мы шли пешком, потому что невозможно вызвать такси. Из-за того, что приходится делать большой крюк до поселка Нежинка, водители такси зачастую отказываются от поездок. А если они приезжают, то стоит это недешево. В поликлинику надо в Нежинку ехать или сюда, в пригородный. В Нежинку, если мне поехать, чтобы вызвать такси, вот, они потом разворачиваются вон где, вот. И сколько надо платить? Вот я ездила в ЦРБ, я заплатила почти тысячу рублей, с моей пенсии 11 тысяч. Мне надо поликлинику, например, пять-шесть раз поехать. Это сколько у меня денег, а на что я должна жить? Решение о ликвидации дороги было принято Советом депутатов поселка Пригородный в мае 2022 года. Сообщение о сложившейся ситуации получал и губернатор. В конце прошлого года на прямой линии к Денису Паслеру обратились жители сел, которым так необходима дорога. Подключиться к разговору предложили и главе района Василию Шмарину. Это, знаете, вот история, когда наделали делов, а теперь суд пусть решает. Как решит, так и будет, потом будем судом прикрываться. Это в данном случае. А какие еще решения это могут быть? Или их нет уже? Все, вы в тупик поставили ситуацию. Можно построить или нельзя? Когда примыкание будет, это уже другой вопрос. Вы не вспоминаете его? Нет, я думаю, что там практически этого невозможно сделать. Там густо заселено все. Теперь на встрече с селянами глава района объясняет, уже есть и судебное решение о правомерности закрытия дороги. Сегодня можно понять и жителей пригородного, которые не хотят, чтобы, во-первых, они имели у себя определенные проблемы с движением транспорта, с загруженностью. И также жители Нежинского сельского совета, поселка Аэропорт и пяти СНТ. Но сегодня есть закон и прежде всего это все должно быть рассмотрено в рамках законодательства. Как сообщают в Оренбургском районе, будет скорректировано расписание нового автобусного маршрута, чтобы жителям поселков было легче добираться в город и поликлиники. Кроме того, рассматривается вопрос о создании регулируемого перекрестка на федеральной трассе. Алена Круглова, Виктор Горшенев, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова